здоровья желаю новобранца рядовые ветераны маршала на связи штаб игрового спецназа сменный связи стулан создатель как вы понимаете мы продолжаем проходить модификацию бесконечному лету мое рыжее счастье и у нас пока что день 2 я если честно как бы когда в первый раз ну то есть ну точнее сейчас вот начал читать модификацию я я сейчас немного был разочарован ну с одной стороны понятно но почему ну то есть то есть как-то алисе меньше времени посвящают в этом проблему вот например вот модификации 7 дней с мику вот это конечно там эта модификация про мику то есть там побольше мику и так далее ну и конечно нужно не забывать про остальных персонажей но как-то ладно давайте начнем дальше проходить итак у нас день 2 вроде как я проснулся то что в глаза мне ярко светило солнце и конечно не против натурального будильника но еще но еще пять минуток не осталось лишь со смирением и разбушивавшимся светилу перевернуться на другой бок и продолжить спать но у ольги дмитриевны были явно другие планы на этот счет доброе утро семен я видел а ты уже проснулся сказал она приехала расшиваясь перед зеркалом вам показалось буркнул я нет 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 так дело не пойдет давай вставай тебя за 10 минут надо пойти умыться и прийти на площадь это еще зачем зарядка семён зарядка я не должен должен держать себя в форме а после нее будет линейка там я расскажу план на день здорово закатив глаза сказал я ну же семён не будь такой букой и так дала тебе поблажку в 20 минут где где же а вот она довольно сказано на на тело на найденную панамку спасибо вам большое широченным зевку зевком ответил я а сколько времени вести 10 и 8 выяв расширяющийся туже со зрачки она рассмеялась программа подобрана специалистами так что не спорь и не бурчи все равно это бесполезно и вставай уже притопнув ногой сказала вожата и вышла из домика специалисты одобрили вот сами вы вставали в такую рань впрочем выбора мне все равно нет не очень хочется получить нагоняй от вожата уже второй раз за два дня быстро одевшись захватив с собой мыло мыло мыльно-рыльные принадлежности я вышел на улицу солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом постепенно разогревая воздух так что сейчас температура была в самый раз что не говоря вставать такую погоду гораздо легче и приятнее чем в мы в моем старом мире довольно по потянувшись я направился к местному умывальником добравшись до умывальников я покрутил края краник и хотела полоснуть лицо водой однако лишь козу коснувшись не быстро дернул руку ау ау ели аху ели злые волки раз разбросали все иголки это что за издевательство она что течет прямиком из антарктиды арктики да даже самая холодная вода из домашнего крама будет горяя горячей по сравнению с этим но время поджимал и надо было что-то делать а делать с этой водой было совершенно нечего ну ладно глубокий вдох и господи холодно-то как выражаясь далеко не самим пионерскими словами я умылся и почистил зубы причем непривычной пасты самым настоящим зубным порошком мчался через домик к площади привод на площадь увидел огромное число пионеров и даже немного растерялся но машущая руками славя указал мне путь истинный наш отряд видимо как самый самый старший стоял в начале площади ну про паульки не скажешь что она самая старшая дождавшись пока я встану в строй ольга дмитриевна одобрительно кивнула из и сказал славя можно начинать славя вышла вперед и встала против напротив нас начинаем азарядку разбейтесь в две шеренги разойдитесь по на длину вытянутых рук хорошо поставленным голосом сказала она прямо протеже ольги дмитриевны немного по подтолпившись мы встали как она хотела стал я в очередь во вторую шеренгу как оказалось мне очень то есть очень удачно и передо мной стояла алиса а слева от нее миг ульяна и незнакомая мне девочка поначалу было все нормально что стандартная такая зарядка но стала перейти к наклонам как передо мной накрылась чудесная картина чего я начал глубоко улыбаться эх почему бы время не наблюдал такие чудесные пейзажи вот с утра надо было на стадион хоть ходить на разминку еще минутчику так куда тебе все все что можно ты профукал сидя за своим зомбоящиком и потом ты себя в краска с кровати поднять не сможешь какие зарядки алиса заподозрив неладное повернула мою сторону голову видев мое довольное лицо показала мне кулак все все намек понял показали руками и спрятал улыбку проделав еще пару упражнений славя закончил зарядку и светло глуши сказала всем спасибо все молодцы она стала в первоначальный строй а ее место заняла ульга дмитрова первоначальный строй и место заняла ульга дмитровна поначалу она вела какую-то социальную речь подкрепленную разного рода кричалками аля пионер всегда ребятам пример и так далее я решил эту часть пропустите задуматься над вот каким фактом как я понял в лагерь действует система отрядов и в каждом отряде соответственно дети примерно одинакового возраста уважаемые знатоки внимание вопрос что делает ульяна в самом старшем отряде услышав что ольга дмитровна говорит про сегодняшние мероприятия решил подумать над этим вопросом чуть позже а теперь а теперь к сегодняшним мероприятиям после завтрака все займутся делами которые я назначил вам вчера те кто забыл что они должны сделать или имеют вопросы то ко мне после линейки далее у нас обед сейчас подготовка к дискотеке сама дискотека вопросы предложения замечания все я видя что вопросов нету дмитровна продолжила а теперь перейдем к плохим новостям начали на вечернем обходе обнаружил взломанную столовую я очень надеюсь что этот человек находится не в нашем отряде поэтому алиса неожиданно повысил голос вожатая вот этот поворот видимо репутацию не очень плоха и очень плоха раз все подозрения сразу на нее а лес скинул на вожатую взгляд пол ненависти пробурчал что-то типа ну да а кто еще кроме алисы выйди из строя и перед лицом всего зря это скажешь что это что это не твоих рук дело не смей врать насчет насчет того что была в домике и угоя проверила в первую очередь алиса вышла из строя и гордой походкой подошла к вожатой как-то нехорошо получается ведь я был там тоже а значит тоже виноват найдя долги дмитриевна леса развернулась к нам и начала говорить вчера вечером я закончить я и не дал как вчера поддавшись симпульсу я сперва сделал шаг лишь потом понял что делаю собравшись с мыслями решил рассказать нашу историю но чуть под другим углом вчера вечером после неприятного дисцендента в столовой за которой я приношу свои глубочайшие извинения я побежал с ульяной и вскоре заблудился в лесу после этого блуждания накнулся на лису и она вывела лами из леса на площадь альга дмитриевна как колеса были очень сильно удивлены да что там я сам был удивлен не меньше их особенно внезапно открывшемуся красноречию может не можешь не благодарить я сегодня вместо совести хочешь сказать это ты там это ты так по моему там постарался ну не ты же рохля так бы стоял на месте а те а так девочки помог радуйся спасибо немного придя в себя ольга дмитриевна продолжила это объясняет почему не нашла те на территории лагеря но может ли кто-то это подтвердить это точно пионерлагерь кто-то что-то вожата круто взялась за алису даже слишком вот еще к большему удивлению небольшой шажок сделала лена и глядя в пол сказала я могу вчера вечером я читал книжку собиралась уходить как вдруг увидела алису и семена которые выходили из леса закончив лена встала обратно в а над площадью прозвенел звук горна и вот поворот блин понял что ничего больше в этой ситуации нельзя сделать ольга дмитриевна улыбнулась я очень рада что среди нас 100 только честные пионеры а теперь на завтрак шагом марш вот как перебылась блин алиса наверняка ему будет и не будет ему уже поцеловать после этого ну сразу по крайней мере развернувшись мы пошли в столовую идя где-то в середине я глазел по сторонам проходи мимо проходи мимо меня лиса неожиданно бросила спасибо и не дожидаясь ответа ушла дальше пропуская всех вперед я зашел в столовую последним взяв подносов набрав нехитрый на завтрак состоящий из бутербродов с сыром и маслом пшеничной каши какао я начал искать стол по зачашему столы раздвинули и поставили по одному свободное место оказалось рядом с алисой ульяной рядом с мику и лены идеальная комбинация однако все время одна все время молчит а вторая говорит без умолку прям вечный двигатель сяду с алисой ульяной только повнимательнее буду привет еще раз девчаток вам можно садись дорогой хвостем будешь еле мы молча что не особо мне не особо нравилось я чувствую себя лишним тут вспомнил свои размышления по поводу ульянки ульян а почему-то в нашем отряде вроде как не совсем по возрасту подводишь тот еще карапузы были мелкой не немного надулась но мне ответила так получилось что когда распределяли по отряда меня по ошибке записали сюда а когда поняли об этом поняли об этом захотели вернуть назад и даже вернули но ульянки там надо делай то есть но ульянка там надоел им со своими выходками шалостями что вернули назад кстати это крутая штука что вот добавили такую такую историю типа я даже когда проходил первую самую проходил первый рут по бесконечному лету оригинальному мы это у меня был был рут на плохую концовку с алисой я тоже задавался вопросом почему ульянка самая младшая в отряде оказалась в отряде самому старшеклассников грубо говоря ну вот молодцы это респект разработчикам этого мода респект ну что там все все такие скучные и нудные даже побеситься не с кем да тут алиса есть и с ней всегда веселая и что ольга дмитриевна так спокойно приняла тебя назад с твоими шалостями с удивлением спросил я о ты не знаешь как она умеет убеждать форменный ангел воплоти ответила за ульяну алиса это вскочил это скорчил физиономик точно как у кота из шрека а это есть я кстати ребята еще смотрю мультик ну смотрю мультик друзья по баттлфилду там вот стали выпускать сезон по баттлфилду 2042 вроде бы называется я не помню и там в одной серии там где главные герои решили уйти из игры потому что баттлфилд пока ну был сломанным грубо говоря там богованным типа ну недоделки такой инженер чтобы оставить ребята но он тоже такие глаза съел миленькие его встал на колени и вот так вот и смотрит на них и такие ты выглядишь жалко ну вот так а усмехнувшись я вернулся к завтраку попутно отмечая что алиса ведет себя так как будто ничего на линейке не произошло видимо это далеко не первый раз раз она так стойко реагирует на все это девочки доели раньше меня и ушли по своим делам а я подумал что надо бы найти орган дмитриевну попросить и попросить на нее порцию заданий на день внимание вопрос на кой тебе эти задания вообще сдались и делу лучше погуляй лагерь исследовать познакомимся с кем-нибудь а то за при год и будешь сахар какой-нибудь таскать до конца дня из пункта а в пункт б блин ребята вот извините что опять прерываю прохождение я просто вот пишу книги по теме постапокалипсиса сейчас я конечно перешел на фантастику но при меня гложет блин одна штука именно я там написал один рассказ про то как как главный герой ищут короля амазонок так назовем наследника вместе с реликвиями в виде доспехов и меча и там просто наверное я конечно понимаю что глупо но там есть сцена там где орды варваров похожие на орков осаждают крепости амазонок и вот блин не знаю стоит ли из-за этого из-за этого момента вообще либо переписывать либо вычеркивать этот рассказ из моего лора не знаю ладно такое не дав не подумать рука дмитрина сама подошла ко мне так семян на сегодня твоя задача заполнить обходной лист его ты найдешь на столе в домике и постарайся сделать это до до тихого часа да в указание вожата вышла из столовой видимо мое мнение здесь учитывать не будет дф я отнес поднос и понес и пошел в домик ну просто я вот сейчас вот мучаюсь с другой стороны я уже этот рассказ переписал на чистовик как бы все вот это вот но блин не знаю по пути мне встретилось большое количество пионеров бегающих туда-сюда со своими поручениями солнышко все еще сильно печет а температура в самый раз для купания но видно не судьба я походной лист я по я почитал куда мне надо зайти библиотека музыкальный кружок медпункт клуба и спортплощадка знать бы где все это находится я решил начать с площади которая является неким центром в этом лагерем дойдя до нее я хотел спросить дорогу пионеров но удачно наткнулся взглядом на стенд с картой лагеря ну что начнем так ну наверно в кружках москлубе медпункте библиотеки будет такая же фигня как в оригинале давайте тогда посмотрим на спортзал что там интересного добавят решив что лучше начать лучше всего начать с самого легкого и чужого мне мне я направился к спортплощадке дойдя до места увидел что про спортплощадка тут по ней тут понятия обширная раскинутая на на большую площадь где-то рядом были слышны звуки игры футбол может ульянку там встречу надо же нас же и куда-то делать энергию и я не прогадал в футбольном поле бегала малышня возраст ульяны которые которых она уверенно обходила одним одним за одним и с легкостью закатила мяч в девятку увидев меня она сразу подбежала ко мне привет давай играть с нами а то они проигрывают почти сухую довольно улыбаясь она и при этом довольно улыбалась она и при этом дышала ровно как будто и не бегала из одного конца поля в другой привет звезда детского футбола я бы рад но мне надо подписи собрать до обеда если успеем может подойду а пока подскажет где он тут местный физрук обитает борис александрович а он обычно вон там либо спит либо с волейболистами занимается он оказал на здании чем-то напоминающий большой ангар покрытый жестью жестью вот спасибо я пойду по пути мне встретилась пара полей для бадминтона турнии турники с брусьями и даже для пляжного волейбола зайдя внутрь указанного ульянкой здания и оказался на обычном волейбольном поле на котором играли пионеры из других отрядов без рука я заметил сразу офига себе бугай ну блин нарисовка такая себе если честно ну как-то ну ну под арт да ну то есть под фон да подходит но вот к лору бесконечного лета блин такого мужчину сложно не заметить короткая стрижка белые волосы прямоугольный подбородок чуть кривой нос метра два ростом и объемом с два меня одеты в красную майку и черные штаны такой блин как там ну короче там есть в в радалерте один такой персонаж вот похожий по такой комплекции хотя с виду он казался больше толстым это было явно не так я еще в молодости поддавался странным инстинкту что только хотел заниматься в качалке даже подготовил диету и прочитал про мое строение тела так вот физрук был одним из типов у которого при напряжении весь жир быстро уходит в мышцы раздувая бицепсы размеров моей головы жил подождать окончание матча я присел рядом настоящую скамейку ну что делаем перерыв мальчики и девочки пять минут кто опоздает пробегает штрафные пять кругов вокруг поля время пошло отдав приказ приказу отдал приказом голосом чем-то напоминающий медвежий развернулся ко мне а ты чё сидишь чё надо здрасте борис александрович я новенький вчера приехал мне надо обходной подписать подписать ему надо всю жизнь будет бегать бумажки подписывать лучше спортом займись у нас у нас есть футбол бомбинтон борьба и волейбол правда сборная у нас чисто женская но с твоим телосложением пойдет еще и мания величия беда я брат борис александрович но я еще нигде не был хотелось бы все посмотреть еще больше ничего не присмаю если больше ничего не посмотрю обязательно вернусь и запишусь к вам сказал я вслух с полной уверенностью что сюда не вернусь ну ладно пионер дай сюда свою бомбашку он достал из нагрудного кармана ручку расписался вдал мне лист попутно свистя в свисток забрав листок я направился дальше да такая блин штука уже оттас ну давайте бы не знаю ну давайте общие кружки хочется там скорее пройти этих зазывателей в секту робототехники солнце все еще ближе ближе подходил к зениту нагревая воздух до до температуры моего плавления и пока я дошел с меня уже начал начал капать пот постучав я быстро вошел не желая стоять на жире ни на одной секунды больше внутри оказалось прохладно и очень меня обрадовало но сразу ударил запах канифоли ребят я конечно робокружке был там тоже лудил паял проводки но вот запах канифоли я не помню извините на стол в центре комнаты которые были соединены в один большой в один большой было изрядное количество всяких проводков запчастей платы прочего хлама на столах по бокам было чуть чище на них были разного рода инструменты даже эвм на потолке висели модели разных самолетов а сами ребята стояли склонившись над каким-то чертежом здрасте товарищи пионеры товарищи пионеры повернулись ко мне и протянули руки для приветствия они из них был белокурим с голубыми глазами небольшой россыпью веснушек и среднего телосложения а второй был очень сильно похож на александра димьяненко да он да он и есть приветик электроник самый настоящий голос расплыл старый советский фильм на который ссылался парень ну да а я терминатор это мой друг коллега шурик указал на своего при парня на соседнего парня тот лишь кивнул я пожал им руку и сказал приятно познакомиться меня семеном зовут прикинул что до обеда осталось не был не очень много времени сразу перешел делу ряд необходимо подписать да побыстрее до обеда куча дел а ты вот стопик на в клуб и мы подпишем у нас очень интересно а если что не умеешь научим сейчас мы планируем роботы собрать вон смотри с иной стороны я так и не далек таких вещей но тратить лето вот на это не то же спасибо неужели те начали посещать разумные мысли семушка да это процесс пока я придумал как отказаться им повезли помощь пришла откуда не ждали громко распахнув дверь в клуб его вошла улыбающаяся ульянка почему ульянка а не алиса о семян ты ты уже здесь как успехи увидев рядом стоящих шурика электроника они сразу все она сразу все поняла опять лёлик и болик к себе аборигенов тебя байкенов заманивают никого мы не заманиваем рыжий нарушитель и спокойствие немного подумал улыбнувшись еще шире выплела а давайте обмен вы подписывайтесь имя на входной а я к вам в клуб не буду вступать какая интересная идея с подоплетом из небольшой интрижки только вот зачем ей это и где подвох мы можем тебя и не принять а его нету откажите такая откажите я так я пойду ольги дмитриевне пожаловать что это вы разобра что это вы разобрали а а его нету откажите так я пойду ольги дмитриевне пожаловать что это вы разобрали сломанное радио для деталей откуда ты знаешь никто же не видел против таких аргументов ульяны ему нечего было противопоставить поэтому он сказал ладно шурик подпиши ему лист эти потом все объясню этот за ульянкой послежу поблагодарив взгляду ульянку я вышел и пошел в сторону мус кружка буквально через минуту услышал крик электроника ульяна рыжая бестия пробежала мимо меня с какой-то катушкой весело хохоча но это как в оригинале наш там моток проволоки утащила стой чуть позже меня пробежали техники улыбнувшись и мысленно пожелать им удачи я пообрел дальше так одну минуточку так продолжаем чуть позже меня пробежала приближали техники улыбнувшись и мысленно пожелав им удачи и пообрел дальше так пошлите мус кружок поднимаем подниматься к мусклубу по то есть подниматься к мусклубом по парящим солнцем было уже было еще то удовольствие пока я добирался к мусклубу мысленно отметил что находится он очень удобно будучи расположенным на неком холме вдали от жилых домиков музыка из него не могла потревожить отдыхающих пионеров самое самое здание представляло собой небольшой домик с террасой перед входом и большим количеством окон закрывающих почти все закрывающих почти всю стену постучавшись я вошел оказывалось очень светло и при этом не не было электрических светильников вообще слева была была еще одна комната на стене висела доска с нотами какой-то какой-то песня в дальнем углу расположились различные музыкальные инструменты начиная от треугольника и заканчивая роялем стоящим в центре комнаты над этим богатством была полочка с нотными тетрадями и портреты баха шуберта и бетховена довершать эту картину довершали эти картину мику сидящий за роялем и алиса с гитарой с положившейся недалеку неподалеку девочки играли некую мелодию поэтому решил их не беспокоить и прислонившись к стене начал слушать их пока не играли я заметил что каждый из них впал в некий музыкальный транс полностью отдаваясь музыке и то что звучало было очень классно когда они закончили я не удержался аплодисментов классно играть и девчонки осень сенечка спасибо тебе правда понравилось мы с алисой много чего можем сыграть еще ими играть на всех 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 инструментах которые тут есть мику строительный не очень очередной очередью заметив как дернулся мой левый глаз алиса усмехнулась ладно мику дэси семена показать себя умеешь на чем-нибудь играть ну на гитаре могу немного алиса слегка аудио алиса слегка удивилась и сказала мику мику подай-ка семена гитару пусть продемонстрирует пока мику искала гитара подумал что же сыграть на гитаре играл где-то год назад но играл прилично надеюсь мышечная память поможет а что это музыки сыграем спина такую только девочки оценят ну и ты пропуская своих пропуская своих колкости мысль интересная так и сделаю я в гитару рунику сел поудобнее перехватил и начал играть сколько лет пройдет все том же все том же гудят провода сама песня была нетрудная что но чтобы попасть так со своим голосом пришлось потрудиться из-под лови поглядывая на девчонок я с облегчением отметил что на их лицах застыл легкая улыбка вы можете прослушать песню до конца можете просто почитать спец последнюю строчку строчку я был доволен собой сыграл почти без косяков после довольно большого перерыва девочки были приятно удивлены моими навыками сема ты такой молодец ты хорошо сыграл песню сам придумал такой красивый текст а покажешь потом мне аккорды тоже хочу сыграть я да нику конечно но голос не нашли но сыграл неплохо хвалю чуть подумав леса хитро хитро улыбнулась красиво и загнув дугой левую бровь семян как начаться выступление вступление в наш кружок на праве чем ты согласишься дам тебе выбор либо ты прямо сейчас пишешь свое имя в клубном журнале либо делаешь это же но под уговором мику шантажистки улыбнулся я а давайте журнал за мной бегунок подпишите давай на любую пользу сказали со собирающиеся уходить за журналом мику так честно это же не пыталась а а может семена то его предложение бы согласить от моего предложения согласился бы вот так давай у него и спросим все мы а все бы есть бы если бы тебя позвала мику со своими вечными тараторгами ты бы записался сюда хитро прищурившись алиса уперлась в меня взглядом ничего не тараторю в пол голоса сказала мику и посмотрел на меня с таким грустным выражением лица что даже растерялся ну я вот видишь так что все честно и даже твои щенячьи глазки не помогли с ликованием в голосе сказала алиса мику лишь показал язык убежал в другую комнату захватив мой бегунок а что это было небольшой девичий спор на кону на кону нужная мне вещь поэтому я просто просто обязан нам выиграть то есть теперь могу тебе немножечко пошантажировать алиса сразу стерлась лица улыбку посмотрел на меня таким пронзающим взглядом что я сразу понял свое место странное дело раньше всегда я выходил победителем из гляделок а то даже не призываю непроизвольно захотелось отвернуться или поддаться ее власти ладно ладно как ты говоришь не как ты говоришь недорос еще все верно кстати а ты что здесь делаешь я думал все заняты заданиями урги дмитриевны спросил я усаживаюсь рядом с ней а я и занята помогаю мику убираться в клубе а что не видно нечего делать алиса вернулась гитаре и начала перебирать гамму исполнив вечерних танцев и слегка покраснел и спросил алиса а ты с кем на танцы пойдешь ни с кем не отвлекаясь от игры ответила алиса а почему потому что я туда не иду делать не больше нечего на танцульки всякие ходить жаль я хотел а может и ты забьешь на танцы пойдем лучше повысим твой навык игры а то по на нынешнем на то на нынешнем то далеко не уедешь ну не знаю ольга дмитриевна не будет против конечно будет хотя это останавливает снова нарушать местные правила идти против дмитриевны опять же влетит ой какой ты панька тебя девочка зовет вдвоем поиграть на гитарах еще вечером а ты все думаешь по моему в случае алиса это будет обычная посиделка я на скорее все будет издеваться на моем уровне игры но ты прав романтика там будет может увидим нечто новое в алисе все таки девушка нет ладно и я ладно я согласен вот и славно закончив поиски мику подошла ко мне вручев мне мой лист и старенький журнал открыв его нашел нашу смену и под строчками с надписью алиса двачевской миху хатсуны лена тихова написал семен персунов и оставил свою подпись подпись кстати известного леса фамилия такое ощущение что я где-то уже видел отдав ручку и журнал мику я посмотрел на часы висевший рядом перед ходом ладно девчата я пойду дальше встретимся на обеде так ну пошли в медпункт следующим чекпоинтом оказался местный медпункт им им то была была та избушка с красным крестом на флаге мимо которого пробегал гоняясь за ульянкой постучавшись и услышав разрешение я зашел я быстро осмотрел местными пункт обычная комната с белой кафельной плиткой шкаф заполнены всякими банками мензурками и прочими медицинскими склянками ставишь из левого входа пару кушаток расположенных у противоположных стен и стол стоящий между ними заваленные всякой документации за которой сидела медсестра услышав что я вошел она закончила что-то заполнять поднялась медсестрой оказалась довольно высокая девушка возраст ульги дмитриевны с черными волосами связанными в конский хвост ее глаза и к моему удивлению казались разного цвета один был окрашен оттенком карьего а другой оттенок голубоватого цвета ну ну не голубоватого такого бирюзоватого может быть и почему-то и почему-то ей это ушло смотрел на меня сухмылок и хищник хищника загнавшего свою добычу не меньше а вот что было ниже то я старался смотреть не смотреть вовсе получилось получилось откровенно говоря плохо она была одета в белом медицинский халат который был явно в обтяг закрывающий лишь малую часть стройных ножек пару пуговиц сверху была расстегнута явно являя миру ее достоинство увидев это сразу начал краснеть ой девицу красную ой девицу красную засмущали пали 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 палитесь вы семён палитесь захихикал голос в голове здравствуй пионер меня виолета церновна коллайдер то есть меня зовут виола церновна коллайдер фигасек фамилия коллайдер но для тебя можно просто виола она произнесла виола на выход на выдохе что получало крайне эротично при виде все это кровь во мне закипела почти как вода заставляя красить не еще больше включая некоторые другие механизмы здрасте пробуем его я глядя в пол кажется теперь начну немного понимать ощущение лены ты присаживайся вот сюда на кушаточку улыбнувшись еще шире сказала нам не указывали на настоящую кушатку раздевайся зачем насиловать тебя будем что же еще уже откровенно жалованье моё эго вот сейчас вообще не дошло не до твоих шуток судя по контексту но это она мне двухсмысленно намекает блин вот сейчас вот про эго я помню у меня была какая-то идея связанные с ну тоже с темой постапокалипсиса я конечно стараюсь последнее время от этой темы отходить уже постепенно а именно тема того как у главного героя начиная ну как бы появляется второе я то есть как бы то есть не просто голос в голове а вот такой полноценный человек что ли как бы его двойник с его каким-то альтернативным 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 там вот мировоззрением и прочее блин блин это бесконечное лето все таки реально поражает меня раньше она меня поражала тем что она меня вогнала в депрессию немножечко из-за большого большого фанатизма а тут ладно в чем же твоя проблема чем тебе напомнить кем я в ту в твоей кем я был в твоей реальности ах да мне для нее роза цвела да довольно сказано довольно сказа довольно сказа довольно сказа довольно сказал это похадное чудовище ну как же ты же с обходом верно прежде чем поставить свою подпись я должна убедиться что твой организм порядке слово убедиться она произнесла с нажимом о чем не стало совсем не по себе нет серьезно это не медсестра воплощение пионерских хротических фантазий но это еще в оригинальном бесконечном лете я подметил ну вот наслаждайся шоу да какой там если бы мои шестнадцать семнадцать лет ко мне подошла такая девица начала бы так говорить я был в обурок упал тю неженка решила что деваться больше некуда я собрался с мыслями и наскоро смог снять рубашку положил ее к себе на колени прикрывая некоторые издержки моего организма снял стетоскоп она прослушала мне молоточком проверила рефлексы провела мое горло и сказала вообще зрение надо тебе вообще зрение еще надо тебе проверить и уронил ручку прямо к моим ногам ой какая неловкая притворно воскликнула она на и нагнулась чтобы поднять кстати вот по поводу как бы разновидности как бы людей ну эмоции грубо говоря или типов людей у меня даже была еще одна идея а именно про но изначально я когда смотрел американскую версию ну 90-х вроде бы годов 20 тысяч я под водой я не пришла на ум такая идея а именно в стиле постапокалипсис типа создать такой вот бункер в котором обитают люди которые представляют какие-либо тому типы свои например там как бы вот пошли то есть один пошляк там убийца нормальный там творец или там что-то такое вот я не знаю это как вот не помню мегамоскаль называется мультик вот там с эмоциями вот такая же фигня фактически у меня такая же идея была но не знаю пока трудно реализуемая вот притворно восхи воскликнула она и нагнулась чтобы ее поднять причем нагнулась она специально таким образом чтобы я все увидел я очень хотел начали умолиться своему богу лишь бы это пытка закончилась прямо сейчас перехватив мой взгляд увидев на красное прямо как у помидора лицо а набором бархатно рассмеялась но вижу зрение у тебя в полном порядке сказал она и кинул взгляд на рубашку который уже сжимался со всей силы явно довольны всем тем что проделала она добавила на рефлекс все работка к часы поэтому одевайся и мыши ким я поле и накинулся рубашку взял листочек и почти бегом выбрался из этого пошлого ада и тот как назло на улице встретил алису увидев меня в помятой рубашке застегнуты на все пуговицы да еще и всего красного ее брови слегка полезли от удивления вверх потом кинул взгляд настоящий рядом медпункт она захохотала отсмеившись она сказала ну и что семян как прошло то знакомство с виолет с виолетой цару цару царновны хотя не не говорим по твоему внешнему виду ясно что просто прекрасно я покраснел еще больше хотя казалось куда уже больше там да ладно семян я шучу аж медсестра довольно и обычная особенно с местными пионерами но работать выполняет очень хорошо сказала она улыбнувшись и при меретливо папа хлопал меня по плечу жаль что про нее про ее особенности мне раньше не рассказали поправляя одежду проворчал я форкнув а леса ушла дальше по своим делам приведя себя в порядок немного посидел в теньке на площади дабы красный цвет сошел с мультица направился дальше но остался библиотеку чё вы уже 43 минуты следующим местом для пояса для по подписи стала библиотека библиотека оказалась при приземистой одноэтажное здание с большим количеством окон и папу пожарным щитом по моему если библиотеке библиотека загорится загорится спасать вот этим явно будет затруднительно все мгновенно сгорит я постучал в дверь но ответа не услышал я постучал сильнее но ты все равно не было подумал что молча не знак согласия я вошел внутрь глаза сразу ударила символик ссср которая была здесь на каждом шагу куча плакатов с агитая с агитирующие содержанием флаг союза даже глава ленина с хитрым прищером смотришь на меня ну чего вы смотрите на меня владимир ильич сам не знаю как сюда попал может вы знаете разговоры с бюстом это явный признак и признак съехавшей крыши крыша у меня поехал еще вчера когда начал слышать слышать то в своей голове тебя ой мне так приятно не спущайте меня за хик за хихикал внутренний голос сценарем на комнату стояли шкафы с книжками а справа возле окон находились столы для чтения за одним из которых спала та самая незнакомая пендерка человек блин будет человек как-то неудобно не нужно спать на потолке до конца дня состоять собрался ну да тоже верно вообще набрать на работе спать нехорошо я подошел к ним поближе постучал по столу немного дернувшись она подняла голову надела рядом лежащие очки уперлась на меня сонным взглядом у нее были я я обычный без всяких за завитушек черные волосы один локон которых на ее макушке забавно стоял виде знака вопроса желтоватые глаза скрытые за огромными линзами очков которые выражали некую брезгливость совокупность не с недовольным выражением лица получается местный вид библиотекаря хомо библиотекус ты кто такой я семён новенький пришел за подписью для обходного листа так давай его сюда она не нетерпеливо вырвали сток из рук и ушла за другой стол на этом столе лиги не позволяет его подписать но этот стол специально для сна хотел я спросить слух но что-то явно не подсказывал что не стоит это не я на твоем месте я бы тебе читательский билет нужен что билет читательский такая штука чтобы можно было книжки брать читать понимаешь спасибо она явно держа держа за очень очень недалекого человека нет спасибо читать социалистическую ерундистику мне не очень хотелось я подошел забрал подписанное обходное но перед выходом я решил узнать имя этой вредины слушай а как я зовут спасибо пытаясь улыбнуться видимо вышло очень глупо и мой раз как неспособного человека закрепился в ее сознание еще крепче с явным раздражением в голосе она ответила женя меня зовут с вопросами еще тогда выход знаешь где а мне работать надо разговаривать с этой пионеркой миха не хотелось совершенно поэтому решил поспешно покинуть это здание на выходе заметил что она опять улеглась работать не надо фруты сама самая занятая в лагере небось с неприязнью подумал я и вышел из библиотеки какой раз в какой раз проходя уже через площадь я понял что место для посещения места для посещения у меня закончились вздохнул в полной грудью грудью я бодрым шагом пошел к домику внутри внутрь я заходил под звук горном вот ольга метровна я все сделал секунд секунду в секунду молодец какой настоящий образцовый пионер записался куда-нибудь проверяя подписи спросила ольга дмитриевна дому с кружок да а я думала будешь третьим кибернетиком хотя что там делать летом то и дело в компании 2 то ли дело в компаниях двух девочек да семян да и совсем не из-за этого записался конечно конечно пойдем на обед пока мы шли меня посетила одна мысль ольга дмитриевна почему не очень сильно хотели записать кружок электроники а это не так себе больше стра статуса попытаются сделать основываясь на то что чем больше людей тем больше кружку на надо а значит можно попросить у вожатой все что им потребуется ответила вожатая с небольшим недовольством волосе решил что эту тему дальше развивать не стоит я замолчал в тишине мы дошли до столовой столовая было быстро взяв себе обед из борща гречки с мясом и компот из сухофруктов я начал искать себе столик все мы идти к нам мы тебе место заняли громко позвала меня мику мама махая мне рукой смехнувшись ее бурной реакции я подсел к мику и алисе при этом аппетита девчата ответил я от обе ответили мне кивком поглощая обед следуя их примеру я решил спросить девочек про их жизнь вне лагеря мне нечего рассказывать обычный город обычная школа обычные проблемы ну да прямо как у меня свои три года я могу вести три слова пустая трата времени но я читал если честно я про алису конечно читал в википедии посвящена бесконечному лету и кстати ее биография ну она мне очень сильно вот как бы помогает вот помогла в на пину в составлении истории про как бы свою версию алиса типа там было написано что в первоначальном версии сценария где там было все завязано на какой-то лаборатории под илсовенком там было сказано что у алисы типа мать в милиции вроде были кгбшница что-то такое вот что типа сама алиса из детдома что она там именно там она начала играть на гитаре там пить курить и прочее ну типа ну не знаю но в целом конечно идея прикольная ну да прямо как у меня свои три года я могу вместить три слова пустая трата времени а вот вику у себя на родине звезда ой лиса скажешь тоже я отметил что от смущения она начала говорить на нормальной скорости да что ты скромничаешь века у нас человек оркестр на всем играет а еще танцует и поет на родине прямо пиар-менеджер как будто это ее заслуга но я не выбирала чем не заниматься родители просто отдали меня в музыкальную школу видя что мне там понравилось записали еще и на хореографию ну это потом это потом когда стала повзрослее я начала заниматься этим уже с пониманием зачем мне это а потом мой паска сказал мне что я буду выступать на шоу юных звезд это такое шоу где профессионалы в этой сфере за забирают себе лучше лучших и лично занимаются их подготовкой видимо я очень неплохо выступила раз меня взяли почти сразу вот такая история хорошая тебе было детство мику ну да не жалуюсь а не мятами на друге дмитриевне зайти мама хотела дать мне какие-то поручения для дискотеки вы кстати прийти нет это не ко мне не знаю выбора у меня нет тогда встречи всем сказал мику и упорхал из столовой наткнувшись на хмурый взгляд алисы я по поставил стакан и поспешно ее успокоил поспешу и успокоить я же сказал что не знаю молю что произойдет может произойти верно это не так просим съемка ладно тогда вечером я буду ждать тебя на сцене как будто знаю где она ладно площади посмотрю сдав грязную посуду направился в домик дабы пару часиков вздремнуть тихий час же проснувшись после полу полуденного сна мне было ощущение что голову разума мы заполнили чугуном именно по этой причине я недолюблю спать днем блин ребят боюсь что придется все таки мне разделить данную серию ну что ж ребят думаю на этом не все всем спасибо за внимание всем удачи всем пока конец связи